МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельное информационное обозрение седминцев в студии Марины Селенковой. Сегодня в программе. Лучшие из лучших в Храме Христа Спасителя награждены лауреаты премии Фонда единства православных народов. Малиновый звон впервые в истории Белорусской Православной Церкви совершен чин поставления звонарей. День Ангела в Одессе презентовали детский православный журнал, который будет знакомить маленьких читателей с православными праздниками и традициями. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялась 18-я ежегодная церемония вручение премии Международного фонда единства православных народов. С 1995 года ею награждаются выдающиеся деятели нашего времени – политики, религиозные и общественные деятели. Люди, которые изо дня в день трудятся над укреплением духовных и культурных связей между братскими и единоверными сообществами. Об этом в сюжете Анастасия Хомченко. В этом году лауреатами премии стали святейший и блаженнейший католикос Патриарх Всегрузии Илья II, президент Ливанской Республики Мишель Сулейман и президент ООО «Российские железные дороги» Владимир Якунин. Выбор лауреатов премии не случайен. Убеждения этих людей и их дела говорят сами за себя. Лауреатами премии фонда 2012 года стали люди, много потрудившиеся на миротворческом и иных поприщах, внесшие свой весомый вклад в утверждение высоких христианских норм жизни. Первый лауреат премии – католикос Патриарх Всегрузии Илья II. Несет свое высочайшее служение уже 35 лет. За годы своего патриаршества он приобрел высокий авторитет не только у своего народа, но и во всем православном мире, помогая возрождать церковную культуру, развивая евангельские начала в жизни общества. Сегодня Грузия переживает непростые времена, но благодаря усердием святейшего и блаженного католикоса Патриарха Ильи II православным верующим Грузии удалось сохранить тепло духовной любви и братской искренности по отношению к другим народам. «В Грузии мы выдвинули три аспекта взаимоотношений между людьми. Три ценности должны способствовать укреплению мира и справедливости между отдельными личностями и целыми народами. Это Бог, это Родина и это человек. Мы должны укрепить эти чувства внутри нас прежде всего, если хотим быть достойными людьми». Патриарх Московской и вся Руси Кирилл вручил международную премию за укрепление единства православных народов и президенту Ливана Мишелю Сулейману, первому и единственному президенту-христианину в арабском мире. Несмотря на то, что всю свою сознательную жизнь господин Мишель Сулейман посвятил военной службе, он убежденный миротворец. Последние пять лет он прилагает большие усилия по сохранению христианского наследия в Ближневосточном регионе. «Я счастлив и горд приобрести награду из ваших преосвященных рук. Это обстоятельство исполняет меня еще большей решимостью и непреклонностью следовать по пути диалога, умеренности и стремления к согласию, чтобы снова восстановить блеск свободы и совместного бытия, некогда характерных для Ливана». За 18 лет Международный общественный фонд единства православных народов стал важным элементом гражданского общества не только в России, но и в других православных странах. Как еще 8 лет назад заметил святейший патриарх Алексей II, деятельность фонда стала вдохновляющим примером самопожертвенного служения ради мира и единения православных народов. Для самих православных, конечно же, это в первую очередь свидетельство единства. Потому что, конечно, мы все очень радуемся тому, что существует каждый год, в начале каждого года, эта торжественная церемония, потому что благодаря ей в Москву каждый год собираются друзья Русской Православной Церкви, люди, которым важно встретиться и важно пообщаться, что очень существенно. Часто именно на таких встречах зарождаются новые проекты и замыслы того, куда должны быть направлены идеи православных деятелей, чтобы в мире росло взаимопонимание между людьми, происходило преображение человеческих отношений, чтобы христиане могли должным образом противостоять вызовам и угрозам современной жизни. В Белорусской Православной Церкви впервые за последнее столетие совершили чин поставления в звонаря. Теперь звонари храмов при соответствующем ходатайстве священоначалия могут войти в состав приходского клира, причем независимо от того, мужчина это или женщина. О том, какие обязательства налагает на звонаря совершение нового чина, будет ли он обязателен для всех и как язык колокола становится понятен человеческой душе в материале наших минских коллег. На территории Белорусского экзорхата возобновлен чин поставлений в звонаря. Совершение этого чина позволяет звонарю стать клириком прихода, причем независимо от того, мужчина это или женщина. Особую молитву над первыми поставленными звонарями Белорусской Православной Церкви произнес епископ Борисовский Вениамин, векарь Минской епархии. Господи Божий наш, царевиковый творче всех времена лета сотворил и круг праздников уставил. Призви на рабов твоих. Чин поставления в звонаря был возобновлен решением Священного Синода Русской Православной Церкви в октябре прошлого года. В декабре, впервые за последнее столетие, он был совершен в Белоруссии. Несомненно, этот чин необходим, так как оказывает такое, помогает людям, заканчивающим учебу, настроиться на столь ответственное служение. И мы призываем Божью благодать, которая укрепит и выпускников, и благословит их на это важное ответственное служение Матери Церкви. Возобновление чина приурочили к очередному выпуску школы звонарей белорусского экзархата. Первыми поставленными звонарями стали восемь выпускников, которые в разные годы закончили колокольное учебное заведение. Звонарь храма святого праведного Иоанна Кронштадтского Светлана Стефаненко, получившая диплом звонаря только сегодня, делится сокровенным. Моей душе очень близко разговор с Богом посредством колоколов, возношение хвалы ему посредством колокольного звона. Нынешний выпуск в истории школы звонарей уже 13-й. Школа, которая была открыта в январе 2000-го, начиналась как приходская. Как вспоминает инициатор ее основания, настоятель прихода иконы Всехскорбящих Радость, протеерей Игорь Коростылев, звонили тогда на старых колоколах. Еще неумелый и несмелый колокольный звон с территории прихода раздавался еще тогда, когда здесь располагался временный храм – старая армейская палатка. Однажды в эту палатку пришла женщина. Она рассказала священнику о чуде, который свершили колокола. Это произошло, когда она вышла из дому в глубокой депрессии с мыслью свести счеты с жизнью. И она вдруг услышала этот морозный такой тихий, тихая ночь, она в горе вышла, и вдруг вот это – бум! Наш колокол, дорогие мои, наш колокол звонил. И она пошла на этот колокол. Она пришла тогда, зашла в палатку, и больше из палатки как бы и не вышло. С течением времени в приходскую школу стали поступать желающие обучаться колокольному звону из всех епархий Белорусской Православной Церкви. Так учебное заведение приобрело значение епархиального, а в минувшем году школа получила новый статус. 3 сентября 2012 года решением Синода Белорусской Православной Церкви было принято решение об изменении статуса и названия школы звонарей Белорусской Православной Церкви, потому как у нас учатся не только белорусы, к нам приезжают и поляки, и украинцы, и прибалты, и также ближайшие россияне. То есть у нас очень большая география. Возобновление чина поставления в звонаря не отразится на учебной программе. Требования останутся прежними. Чин производится добровольно, если звонарь готов взять на себя такую ответственность. Анна Голковская, Матвей Родов, Дарья Яченко, информационное бюро программы «Седмица», Минск. В Одессе в период главных зимних праздников вышел в свет новый детский православный журнал «День ангела». 45 страниц ежемесячного издания будут знакомить маленьких читателей с православными праздниками и традициями, с героями добрых сказок и удивительных историй. Ребята научатся отличать плохое от хорошего, правильно вести себя, дорожить дружбой и с любовью относиться к ближнему. Самых любознательных ждет множество чудесных открытий при помощи позитивных стихов, загадок, ребусов, головоломок, веселых уроков и познавательных путешествий по миру. Экскурсию по страницам журнала совершила Наталья Марчук. Наталья Марчук. Каждый журнал можно дать на проспутер и на то, чтобы ребенок потратил свое личное время. Конечно, журнал очень интересен. Он интересен по своему оформлению, довольно-таки яркий. Потом освещены довольно-таки важные вопросы. Издание выходит на 45 страницах отличного полиграфического качества. В журнале множество интересных рубрик, которые познакомят маленьких читателей с православными праздниками и традициями, проведут по чудесному саду веры тропинками добра, дружбы и любви. Сейчас взрослые заботятся больше о себе, о своей душе. Мы забываем, что вокруг нас тоже есть дети, мы должны их воспитывать, мы будем отвечать за них пред Богом. Поэтому необходимо больше издавать духовную литературу для детей. Поскольку первый выпуск журнала вышел в свет в канун главных зимних праздников, для детворы в радостные святочные дни он стал добрым, веселым спутником. Поскольку январский номер, тут и рождественская икона, и крещенская икона, и калятки. У рождественской елки у нас есть свои авторы, которые специально нам высылают свои произведения. Вот такая сказка, которая называется «Рождественская елка», тут сразу и раскраска. Издатели надеются, что День Ангела сумеет привлечь внимание и взрослых, поскольку с его помощью можно больше проводить времени со своими детьми. Родители часто жалуются на то, что дети заняты своими делами, нету диалога, нету контакта, занимаются больше или телевизором, или интернетом, или больше проводят время со своими сверстниками. Мы надеемся, что этот журнал как раз будет таким вот поводом для того, чтобы родители с детьми имели возможность общения, потому что вот даже чтение сказок или там притчи у нас есть, и красивые стихи, и разгадывание кроссвордов и головоломок, оно как бы такой момент, который сближает одно поколение с другим поколением. День Ангела действительно предлагает ребятам множество умных, полезных и веселых занятий. К примеру, юных художников увлекут раскраски, маленьких хозяюшек секреты кулинарии, любители рукоделия позабавят самоделки, а самых любознательных заставят поломать голову, всевозможные ребусы и загадки. Главной загадкой выпуска стал вот этот персонаж, который будет сопровождать ребят по страницам журнала в каждом номере. Кто же этот забавный герой, маленьким читателям предстоит угадать, написать его имя на листочке, вложить в конверт и отправить в редакцию. Смекалистых ждут умные призы. А пока ребятишки будут гадать, как зовут светловолосого персонажа, взрослым уже стало понятным главное. Этот загадочный герой поселился в мире редкого явления, духовно безопасной детской периодики, которая поможет ребенку расширить свой кругозор, приобщиться к нравственным основам бытия, обрести духовную уверенность в наше непростое время. Наталья Марчук, Владимир Картамышев, информационное бюро программы «Седмица» Одесса. В 30 школах Ивановской области с 1 сентября 2013 года для старшеклассников будет введен курс «Нравственные основы семейной жизни». Цель курса – содействовать формированию школьников традиционных семейных ценностей, необходимых для создания в будущем крепких, многодетных и счастливых семей. Курс является составной частью межведовственного плана по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. Такой проект решили воплотить в жизнь, поскольку статистика по разводам в регионе неутешительная – свыше 60% от заключаемых браков. Для того, чтобы изменить эти цифры, на уроки к школьникам планируется приглашать и сложившиеся супружеские пары, чтобы они рассказывали детям о том, как сохранять семью. Далее в нашей программе обзор сообщений, которые на этой неделе разместили православные сайты. Слово Валерию Гриценко. Здравствуйте! Начать сегодняшний обзор я хочу с неожиданной информации. В Ионинском монастыре молодежь учит избавляться от интернет-зависимости. Духовенство Ионинского монастыря в течение многих лет ведет активную работу с молодежью. Одно из приоритетных направлений – вывести молодых людей из виртуальной жизни в реальную. Проблема, по мнению клириков, стоит остро. Молодой человек в реале становится все более и более отдаленным от общения, а в виртуале приобретает все больший круг знакомств, считает председатель молодежного отдела Украинской Церкви епископа Буховский Иона. Главной опасностью виртуальной жизни, по мнению священнослужителя, является стремление казаться, а не быть. Клирики обращают особое внимание на необходимость личного общения. «Докажите, что вы не робот», – призывают они. Репортаж «Миссионерский поход против виртуальной реальности» вы найдете на сайте ежедневного интернет-СМИ «Православие и мир». Безответственное крещение, об огласительных беседах и не только. Современные крещаемые, кто они? Как правило, в храм приносят крестить младенцев, но встречаются и пришедшие креститься взрослые. Их намного меньше, чем детей, и за каждым редким случаем стоит чья-то жизнь с таинственным переплетением ее обстоятельств, чья-то живая судьба и чья-то твердая решимость. Что заставляет сделать такой судьбоносный шаг? Часто это вызвано желанием стать крестной матерью-ребенку лучшей подруги. Либо перенесенные болезни, либо глубоко осознанное решение принять православие. И какой бы ни была причина для понимания смысла таинства крещения, для того, чтобы люди немного ориентировались в церковной жизни, перед принятием крещения необходимы так называемые огласительные беседы в храме. Система огласительных бесед стала лакмусовой бумажкой для испытания серьезности намерений крещаемых. Всем ли хватает терпения для того, чтобы пройти такое испытание? И для чего оно необходимо? Читайте об этом на сайте православие.ру Обнародованы подробности компромиссного проекта Десятинной церкви. Ожесточенные споры вокруг стройки на месте фундамента Десятинной церкви X века, похоже, скоро утихнут. Представители Украинской православной церкви, планировавшие построить там храм, пытаются найти компромисс с архитекторами города. Над раскопками святыни предлагают возвести крышу, под которой будет музей, а на крыше будут проводить богослужения, сообщает сайт «Религия в Украине». Основная идея нового проекта, который был предложен на утверждение митрополита Владимира – сохранить фундамент древнего храма, чтобы не было претензий у археологов. Строители возведут стены, обустроят специальные полупрозрачные дорожки и мостики, по которым можно будет ходить, осматривая остатки старинных стен и помещений храма. В православные праздники на площадках комплекса планируется проводить богослужения. Для посетителей поставят интерактивные мониторы, на которых будет представлена историческая информация о Киеве и о Десятиной церкви. О том, когда начнут возведение музея над Десятиной церковью и чем вызваны споры вокруг святыни, информирует сайт «Религия в Украине». Читайте и узнавайте много новой полезной информации. А новые темы обсудим через неделю. Вы смотрите «Седмицу». В продолжении выпуска мы расскажем о таких событиях. Юные дарования регион церковного хора создала детский вокальный коллектив, в котором подрастают талантливые вокалисты. Редкая профессия – донецкий стеклодув делает уникальную медицинскую посуду. Предтеченский посад на юге России построит первый духовно-просветительский экологический комплекс русской церкви. Быть особенными среди множества – задача непростая. А вот столичному детскому вокально-эстрадному ансамблю «Забава» удается это легко. Может, потому что здесь собрались те, кто не просто очень любит петь, а еще и умеет радоваться, веселиться и делиться своим позитивом со всеми вокруг. На забавные репетиции побывала наша съемочная группа. История этого дружного коллектива началась в 2006 году. Энтузиазм Дарьи Кириченко и большое желание нескольких детей петь дали начало созданию небольшого ансамбля, который со временем вырос в целую вокальную студию. «Забава» уже успела занять свою нишу в художественной жизни столицы. За время существования коллектив становился участником и лауреатом многих всеукраинских конкурсов и фестивалей. Гастрольные выезды коллектива не ограничиваются лишь Украиной. Неоднократно радовала «Забава» и зрителей за границей. «Забава» нередко принимает участие и в православных фестивалях. Ведь художественный руководитель ансамбля еще и регент церковного хора, активный участник православной культурной жизни Киева. Недавно за заслуги перед Украинской православной церковью блаженнейший митрополит Владимир наградил Дарью Кириченко орденом Святой и равноапостольной княгини Ольги. Дети начали петь академическим вокалом. Мы разучили ряд богослужебных произведений. И с большим удовольствием в этом году съездили в Эстонию, конкретно в Нарву, где посетили пюхтицкие монастыри. В общем, разные. И посчастливилось нам петь литургии, части из литургии на самом богослужении. Сегодня в студии занимаются дети всех возрастных категорий. Старшим воспитанником «Забавы» по 16-17 лет. А вот самым маленьким – лишь по 2-3 годика. Кто-то еще может только учиться хорошо говорить. Но все они уже певцы. Серьезные мальчики и девочки. С интересными планами на будущее. А когда ты вырастешь, кем хочешь стать? Пленцессой. Я? Ну, врачом. Батин, который лечит за ватики, хирургом. Ну, это потом. А пока все хотят петь. С самого рождения она любила у нас петь, танцевать. И мы пришли в этот коллектив «Забавы», попросились, ее прослушали. Вот она уже, считай, что второй год ходит. Нам очень все нравится. Мы выступаем. Все у нас получается. Самыми маленькими в студии «Забавы» занимаются ранним музыкальным развитием. У нас раннее музыкальное развитие, которое включает комплекс абсолютно разных занятий, которые строятся в игровой форме. Каждые три минутки мы меняем вид деятельности, чтобы не уставали. То есть мы двигаемся, мы и поем, и учим музыкальную грамоту всего понемножку. Развивает это ребенка, готовит и к садику, и к музыкальной школе, и к занятию в любых музыкальных инструментах. У старших участников ансамбля серьезная разносторонняя подготовка. Кроме самого вокала, дети занимаются актерским мастерством и сценической хореографией. Ведь чтобы быть настоящим артистом, недостаточно лишь иметь хороший голос. Вместе на занятиях, вместе и на досуге. «Забава» – это настоящая семья. Здесь теплая атмосфера. Здесь дружеские отношения. Сюда дети приходят, как домой. Они получают удовольствия очень много. Они общаются. То, что я вижу, они дружны между собой. То есть помимо еще какого-то творческого, они здесь воспитываются, они растут. Они становятся хорошими людьми. Большая, забавная семья продолжает расти и развиваться. И хоть многого уже достигли, самые высокие вершины у них еще впереди. Главная же цель – дарить радость своим слушателям. Стекло было известно человеку с 4-го тысячелетия до нашей эры. А вот постичь искусство работы с этим прозрачным материалом, изготавливая различные предметы, человечество научилось лишь в первом веке нашей эры. С тех пор из стекла создают украшения, скульптуры, витражи, посуду, светильники и мозаику. С развитием технического прогресса стеклодувов постепенно заменили машины. Однако не все стеклянные ваяния можно доверить современной автоматике. Лишь настоящему мастеру под силу создать специальную посуду для научных исследований или, к примеру, хрупкую новогоднюю игрушку. Потомственность стеклодув Александр Викторович Бакулин работает в Донецком институте физико-органической химии и углехимии всю свою жизнь. Все началось с увлечения еще в раннем детстве. Когда Александру было 6 лет, мальчик с особым удовольствием и восторгом наблюдал за работой своего отца, который мастерски справлялся с хрупким материалом. Приходил к отцу на работу, мне было интересно. 6 лет я уже попробовал и посмотрел, как плавится стекло. Но в детстве, вы же знаете, все запоминается надолго, можно сказать, навсегда. Вот. Ну и так пошло, пошло. Потом решил, так сказать, что это мое, и остался вот навсегда заниматься стеклодувным делом. Эта непростая профессия требует длительного обучения, хорошей координации движений и, конечно же, таланта. Да и откладывает отпечаток на здоровье самого удовольщика. От ежедневной работы с огнем портится зрение, а в легкие попадают отработанные газы. Но, несмотря на очевидные минусы, Александр Викторович продолжает свою работу. А еще мужчина гордится своим умением, ведь в наше время стеклодува, в которой работает вручную, осталось совсем немного. Я делаю для химии в основном посуду. Вот. Ну, это не заводская работа, это не масса расплавленного стекла, где стекло находится в печах. А заводы выпускают полуфабрикат, то есть трубку стеклянную. И из этой трубки я уже делаю там различные приборы для химии. Познакомил нас со своей мастерской, Александр Викторович приступает к работе. Равномерно разогревает стекло на специальной горелке, температура которой достигает 1800 градусов. Вращая его, умелец доводит стекло до такой консистенции, при которой возможны его сглаживание и выравнивание. Затем он постепенно запускает воздух в жидкую стеклянную массу и добивается получения пузыря, из которого и формирует нужное изделие. А вот создавать что-то не связанное с наукой мастер не решается, ведь дело это очень уж затратное. Вот я сейчас остался один, так сказать, на Донецке. Раньше работало 19 человек, если будем говорить в советские времена. Когда наука, сейчас наука, так сказать, в застое на Украине, поэтому очень много китайской продукции. Как всегда, с ними конкурировать невозможно, можно купить. Ну, а то, что тогда было, как сказать, экспериментальные вещи делались. Наука там, что-то вот придумали, что-то надо вот так вот сделать. И здесь все вручную, это подгонялось, догонялось и делали. И пусть сегодня профессия стеклодова не так востребована, как в советское время, Александр Бакулин – единственный мастер своего дела, который делает посуду для химических и физических исследований в Донецке. Изделия стеклодова в гордо носят название «ручная работа». А каждый, кому довелось наблюдать за этой поистине ювелирной работой, согласится, что видел настоящее маленькое чудо. Московский Патриархат Патриархат построит казачий институт, этнокультурный молодежный лагерь «Россия», спортивную площадку и бассейн для жителей Азова. Отличительная черта комплекса – полная энергонезависимость и отсутствие загрязнения окружающей среды. Освещение и отопление комплекса будет осуществляться при помощи солнечного питания, ветряных электростанций и теплонасосов. В парке будет постоянно поддерживаться определенный климат, что позволит выращивать здесь редкие виды растений и содержать птиц и животных круглый год. В небольшой акватории поселят различных обитателей морского мира, которых можно будет наблюдать практически в естественной среде обитания. Внутри парка разместится экологический центр, в котором смогут заниматься школьники. Эта информация завершает сегодняшний выпуск. Наслаждайтесь красотой природы и до встречи ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова